Мы вообще без тестов ехали. Пересекли, получается, белорусскую границу, мы вас не пропустим, и вот вам дается ночь. Да, еще четыре велосипеда, кота в придачу. Почему мы поехали на машине? Общая сумма где-то вышла у нас около. Где родился, там и пригодился. Я думал, мне будет очень легко. Значит, меня зовут Лондарев Роман. Мы приехали с семьей вчетвером на авто из Сибири. А город Томск? Это тот город, по которому говоришь, что его невозможно покинуть. Да, 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 именно так. Но у нас получилось покинуть, да, и мы недолго думали об этом на самом деле. А мы где-то за месяц решили переехать в Словакию. Значит, получается, уже мы как год и пять месяцев, полтора года. Были, конечно, сложности, да, были определенные испытания, как я и говорю, да, потому что мы все, когда что-то хотим переступить, это какие-то определенные страхи или еще что-то, да. Мы этого не боялись. Мы знали с семьей, что мы, куда мы едем, да, понимая, что нам нужно будет пересечь две границы, да, сначала это белорусская, польская. И помимо этого, это всю Россию, да, проехать нужно было Уральские горы, ну и далее, 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 да, до Москвы. Попадали в разные неурядицы, да, когда мы, например, в Москву приехали, а в Москве как раз шли игры, танковый биатлон. А мы этого не знали и ни гостиницу не сняли. Ну, думали, в Москву приехали. Хотя, когда мы ехали из Омска, мы везде останавливались и все было нормально, то есть везде были гостиницы. Но вот здесь у нас, как говорится, первое испытание было, да, и нам пришлось переночевать в машине. Но самое главное, это еще была годовщина нашей свадьбы с Юлей. Ну, в общем, было интересно, да, и где-то я маленько, конечно, себя винил даже в этой ситуации, да, потому что, ну, как-то не обезопасил свою семью. В целом, мы доехали до границы Беларуси, там никаких у нас вопросов не было. По-моему, задавали вопросы, о, да, по Визе, по Визе-Де задавали вопросы. И все, и, в принципе, никаких там нам тогда не требовалось еще, да, вакцинаций там или тестов. Мы вообще без тестов ехали, то есть ничего не было. Но это была первая волна, получается. Дальше мы заехали уже в Белоруссию, но и думали, очень все будет просто на самом деле. Переедем границы, все будет хорошо. В Белоруссии мы, в принципе, все было нормально, мы прошли досмотр, дальше мы пересекли, получается, белорусскую границу, но на польской границе нас встретили не очень радушно. Да, и дальше возникают там моменты, мы должны были открыть всю машину, смотрели полностью там, что у нас в машине, а мы еще поехали с велосипедами, да, мы решили еще велосипеды взять с собой. И надо было снять данные велосипеды, чтобы они посмотрели. А после того, когда нам сказали уже, да, о том, что мы вас не пропустим, мы возмутились, почему нас не пропускают, потому что, видите ли, у вас виза D. Хотя мы переехали сюда не сами, да, мы переехали тоже через помогатора, который нам помогал дополнительно там составить определенный пакет документов. И никто нам ничего не сказал на границе о том, что вот такая ситуация может быть. И мы первый день развернулись, все были в стрессе в определенном, потому что мы не понимали, что происходит, почему нас не пропускают, потому что у нас виза D, нам нужно просто пересечь, да, Польшу. Но нас не пустили. Потом мы уже собрались, моя супруга уже хотела ехать в Петербург, она сказала, все, мне ничего не надо, я поехал в Петербург назад. Но моя дочка, она сказала, мама, мы туда должны сначала доехать, а потом ты скажешь, нужны мы там или не нужны кому-то. В общем, в целом мы через 4 дня только пересекли Польшу, потому что мы узнали, что есть определенная система, как теперь нужно переезжать границу, потому что тогда не было нигде этой информации, она только пошла. То есть в Польше не разрешали по визе D переезжать границу. Транзитом ты не мог пересечь. И получается, тебе нужно было в обязательном порядке срезаться с консульством Российской Федерации и оформить документы. Определенные документы, которые, то есть мы скидываем документы непосредственно в Российскую Федерацию, консульство Российской Федерации, которая находится в Варшаве, они готовят уже все документы и отправляют уже на границу польскую. Ну и, в общем, мы подъехали к границе и общались мы, они не хотели с нами вообще уже в последний раз, когда мы переезжали, как говорится, через границу, четвертый раз. Мы общались через телефон с посольства Российской Федерации, разговаривал сотрудник и сотрудник таможни, они разговаривали на польском языке. Ну это уже, они между собой разговаривали и говорили о том, что документы были направлены, да, но почему-то документы не отправлены были на границу и нас не пропускали. То есть они были направлены в Варшаву, а Варшава не отправила на границу. Ну а нам сказали, езжайте, мы поехали, да, как говорится. Нас еще продержали, я могу сказать, где-то примерно до 9 часов вечера. И до 9 часов вечера нас продержали, там была пересменка, там были такие, это можно рассказывать и рассказывать на самом деле, да. То есть нам сказали о том, что вы можете сейчас, вот, например, подъехать к офису и запарковать машину, пока не придет вся информация с Варшавой. А это было пятница. Ну а ты знаешь, как они работают, да, например, то же самое, как и в Словакии, в пятницу они уже не работают. Ну, в общем, нам повезло, документация пришла вся полностью на границу. И девчонки Юля, они сидели в машине, а я был на четвертом этаже. А вот я там ждал, получается, потом мне сказали, ребят, ну что, мы вас пропускаем, да, на таком ломаном русском языке. И сказали о том, что останавливаться нигде нельзя, проезжать только транзитом, и вот вам дается ночь. Примерно так. В общем, мы поехали, ну, только мы там на заправку нам разрешили там заправиться, там еще что-то, да, вот. И, в общем, мы поехали, заехали на заправку, взяли энергетики. Никогда энергетики не брал, ну, а тут еще надо как-то себя, как говорится, поддержать. Все, и мы поехали, мы поехали через серпантины, через все, как бы, да, было где-то даже опасно, дети спали, Юля со мной сидела. Ну, в общем, это стоило. На утро мы проснулись, увидели эти горы, эту красоту, да. Я уже там доехал до заправки и, как говорится, отдохнул. А потом уже мы заехали в Словакию. Ну, и видя эту всю красоту, мы поняли, что мы это сделали не зря. Да, на самом деле, наверное, мы, конечно, и просчитали, помимо этого. И мы, честно, мы не так много путешествовали, потому что мы всегда работали. Ну, вот такие. У меня свое дело в Омске, занимаемся мы недвижимостью. И для меня было, наверное, и для моей семьи это интересное путешествие больше, чем, да. То есть какие-то были определенные трудности, но мы это всегда делаем вместе. Любые какие-то трудности мы делаем всегда этой семьей вместе, да. Мы всегда договариваемся и проходим эти трудности, испытания. И вот в этот раз то же самое было, мы подумали, решили, а поехали на авто. У нас прекрасное авто, да, Highlander люксовый. И мы загрузили багажник полностью, там, вещами всем полностью, да, еще 4 велосипеда, кота в придачу. Да, и поехали, и прекрасно все было. Нам очень понравилось, на самом деле. Хотя вот эти трудности, да, они даже в какой-то степени и закаляли, да, как говорится. И еще один факт, почему мы поехали на машине, потому что тогда не летали самолеты. Ну, может было на поезде, но это очень долго на самом деле, да, и мы посчитали невыгодно. То есть мы решили, мы переговорились с помогатором. Помогатор нам сказал, что сейчас все перебираются именно на автомобиле, да. И это был самый выгодный вариант, чтобы переехать в Словакию. Вообще никаких не было проблем, вообще не было проблем. На самом деле, ну, начнем с того, что мы выбирали несколько стран. Мы выбирали Испанию, мы выбирали Словению, мы выбирали Прагу и еще там несколько, я уже сейчас, а, Болгария была, да, в том числе. Но о Словакии я вообще ничего не слышал, я ничего не знал, да. И вот благодаря, наверное, ребятам, которые здесь снимали видео, да, мы познакомились с Словакией, мы познакомились с людьми, которые здесь живут, да. Те интервью, которые делаются, они на самом деле полезны для тех, кто переезжает из Сибири, да. Или там не только из Сибири, а из России, потому что, а как ты можешь узнать, да, если непосредством там камеры, там, да, видео какого-то определенного. С документами на самом деле ничего сложности не было, мне нужно было определиться сначала, с кем работать. У меня было там три человека, например, да. Я посмотрел по определенным критериям, это по цене, да, это по тому, сколько человек работает уже, да, посмотрел сами их предложения, да, и выбрал для себя самое выгодное. Ну, мне, ну, не казалось, потому что я на самом деле благодарен этому человеку, он мне помог, да, и даже с теми трудностями, которыми мы встречались, он там сделал определенные для нас скидки, да, когда мы там застряли на границе, и он отнесся к нам очень хорошо, и за это ему респект и спасибо. Ну, смотри, на самом деле, после того, как мы выслушали его предложение, мы подписали контракт, договор, да, и дальше, согласно этого договора, сумма делилась на три части. Общая сумма где-то вышла у нас около 7 тысяч евро, 7 тысяч четырех человек, да, где-то примерно так. Была услуга непосредственно информационно-консультационных услуг, да, и дополнительно это были какие-то пошлины определенные, да, которые оплачивались, медицинские страховки дополнительно, госпошлина в консульстве. То есть, и вот эта вот вся сумма, она где-то набежала около 7 тысяч евро. По поводу, как мы отправляли документы, это все было очень просто на самом деле. То есть, нам дали определенный список документов, в который входил, ну, наверное, все это знают, это документы с апостилем, да, это свидетельство о рождении ребенка, например, да, уже с апостилем в обязательном порядке, справка о судимости, да, мамы, папы, например, там, да, обязательно тоже с апостилем. Дополнительно документы мы подготовили, доверенность, да, которая наделяла человека, да, в Словакии действовать от моего имени, да, так как я приехал здесь по жирности, по ИП. И в дальнейшем уже мы, собрав этот пакет документов, да, ну, там дополнительно еще документы там были, честное выглашение, да, которое присылалось нам тоже, это для того, чтобы мы здесь проживали непосредственно, да, потому что без прописки мы понимаем, что визуде нам никто не даст. Мы подготовили этот пакет документов, нам нужно было заверить, нам помогатор говорит, что вам нужно ехать в Питер, да, в Питер и заверять там доверенность, заверять доверенность, да, потому что я же не могу, или я в Словакию должен лететь, по идее, да, или где-то в России в консульстве, но надо было ехать в Питер. Но помогатор, видать, не знал об этом, а у нас был почетный консул в Омске, мне в этом очень сильно повезло на самом деле, да, и большое спасибо почетному консулу нашему Омскому, да, который тоже очень быстро мне заверил все документы, ну и потом мы уже в дальнейшем отправили все документы сюда, в Словакию, да, здесь нам весь этот пакет заверили. Дальше мы назначили встречу в Словацком посольстве, да, заняли очередь, нам нужно было ехать в Москву, но на тот момент в Москве было очень плохое соотношение заболевших, так скажем, да, и я понимал, что мне нужно обезопасить как-то семью и понимал, что что-то нужно сделать. Я посмотрел статистику в Санкт-Петербурге на тот момент, она была нормальной, ну, более или менее, да, были заболевшими на такой степени. В дальнейшем мы поехали в Санкт-Петербург, да, и подали все документы в Санкт-Петербург, то есть нам как получилось, мы приехали в Санкт-Петербург, подрасчитали так, что нам в Словакии документы прислали в Санкт-Петербург. То есть мы пошли также в ДХЛ и документы получили и пошли сразу в посольство, то есть мы когда ехали, нам уже пакет шел, ну, так примерно, да, все, и дальше мы пакет документов получили, пошли в посольство спокойно, у нас все было очень хорошо, мы сдались, никаких очередей, ничего не было, никаких там ограничений не было, нам посмотрели документы и сказали, ребята, у вас все хорошо, ну, примерно так. Получили достаточно быстро документы, а у нас получился еще момент тот, что задержка с справкой судимости, то есть не задержка с справкой судимости, а срок справки, он оставался месяц в общем, то есть, а это необходимо для того, чтобы находиться с визой Д, в обязательном порядке, да, то есть от справки судимости зависит у тебя и пребывание на самом деле, вот это виза Д. И мы поехали сюда и дополнительно заказали, мы оставили доверенное лицо на самом деле в Омске и заказали дополнительно данную справку, понимали, то есть мы уже перестраховались насчет этого. Все, мы за две недели перед отъездом, получается, мы возвращаемся в Омск, мы понимаем, что нам нужно уже все собираться, у нас виза Д на руках, печать стоит, все, все отлично. И мы за две недели предупреждаем своих родственников, что мы уезжаем в Братиславу на ВНЖ. Ну, они, конечно, были в маленьком шоковом состоянии, потому что никто ничего не знал, и я всем советую ничего не говорить, потому что обязательно найдутся люди, которые будут отговаривать, да, от этого, и будут обязательно говорить о том, что где родился там и пригодился, и многие такие пословицы, да, или мы без тебя не сможем здесь, давай там, оставайся, потому что у нас были такие моменты, мы хотели переезжать в Питер, и у нас не получилось в Питер из-за этого переехать. И когда мы сказали о том, что мы едем в Братиславу, нам говорят, езжайте в Питер. Где-то около 4-5 месяцев в мае внесли предоплату, получается, и в августе мы здесь были уже, да, действительно, где-то примерно так. Там, получается, нам нужно было, как я уже и говорил, собрать пакет документов, переслать их, на это уходило время, из-за этого где-то примерно и вышло вот эти вот сроки. Нет, не были. Мы были в Чехии. У нас дети учатся, учились, дети учились в Омске. Наш преподаватель, она коренная чешка. Она не только преподаватель, а наш друг еще, да, когда она переехала в Чехию, она нас пригласила. Но сначала у нас ребенок поехал на самом деле, да, а ребенок поехал в Чехию по образованию. Ребенку нашему очень понравилось. У нас ребенок очень целевой, то есть она, если видит какую-то цель, она должна обязательно до нее дойти, и она нам объявила. Папа, мама, готовьтесь, я буду поступать в Карлов университет. Но, слышав об этом, мы понимали, что как мы можем ребенка отпустить, да. Ну, то есть это, наверное, может, в какой-то степени, конечно, эгоизм, но мы понимали, что ей будет легче, если она вот этот сейчас, да, период, наоборот, выучится здесь и потом спокойно поступит. А тем более это еще и бесплатно. Это тоже, да, большой плюс. И мы, говорю, приехали в Чехию, первый раз приехали уже потом со всей семьей. Нам очень Чехия понравилась, потом второй раз мы приехали с Чехией, а нам еще больше конкретно понравилось, да. Ну, и потом мы рассматривали, а еще, говорю, другие страны. Мы хотели в Чехию перебраться, но мы понимаем, почему мы не можем перебраться, я не буду на этом восстанавливаться, да. Потому что сейчас очень трудно, на самом деле, с Чехией. И мы дальше приняли решение, да, совместно с Юли, что рядом Чехия. Почему нет? Австрия тоже отметалась, как бы, да. Там мы, в принципе, ну, туда тоже трудно, да. И мы понимали, что для нас, Словакия, во-первых, какие мы выборы делали, да, что все-таки люди знают русский язык. Ну, более или менее. Пусть не все, но старше сорока знают русский язык. Безопасность детей, да, тоже немаловажно. Где мои дети сейчас садятся там в чистые просторные автобусы, да, без... Никто не крикнет на них, они спокойно доезжают до школы, учителя их очень любят, там, в латочке, в латочке, да. Для меня это показатель очень большой. Ну, и это же я все видел в Ютубах, да. И на самом деле я сначала этого не верил, я понимал, что мне придется что-то пройти. Ну, и вот сейчас я уже здесь, и я могу точно сказать, что это именно так и есть, да. То есть здесь в Словакии очень радушные люди, которые готовы вас принять. Понятно, что красной дорожки никто вас тут не сильно, как говорится, не растереть, не ждет. Но если ты будешь с человечностью относиться, и к тебе будут так же, да, относиться. Ну, смотрите, что бы я рекомендовал сделать перед отъездом, да, в Словакию? Ну, это первое, конечно же, выучить алфавит хотя бы. Дальше начать читать, потому что на самом деле хотя бы понять, как они разговаривают, да, услышать этот разговор, чтобы понять какие-то простейшие, там, дякую им доведение, там, да, вот это хотя бы, да. Есть сайты, да, определенные, где вы можете посмотреть. Можно YouTube посмотреть. Там есть видео по обучению, неплохое, я вам сказал, да. Можете к Сергею обратиться. Сделаем рекламу. Ты хотя бы сюда приезжаешь, ты уже как-то можешь коммуницировать, да. Ну, если, конечно, вы знаете английский, это тоже вам поможет, потому что тут, да, почти все знают английский язык. Да, ну, если имеется в виду молодые, молодые, да. Ну, и если у вас совсем не будет получаться разговаривать, вас все равно поймут, потому что я уже это проверял не раз. Если ты совсем уже затрудняешься, ты говоришь на русском, я понимаю, все понимаю, все нормально. Мы этого не предусмотрели, хотя тоже, как говорится, с риелторского бизнеса. Я думал, мне будет очень легко на самом деле найти здесь квартиру, да, и договориться снять ее. Потому что я всю, как говорится, специфику, я понимаю, правильно, как, откуда, что идет, да, какие договора нужны. И для меня это не было проблемным. А был вопрос, наверное, как раз вот в коммуникации, да. И здесь бы я рекомендовал заранее, во-первых, найти себе квартиру хотя бы на месяц, да. Есть специальные сайты Airbnb, да, например, сайт, где вы можете снять на месяц. Мы как раз этого не сделали. И мы поехали через booking, ну, и не подсказал никто, да. Мы поехали через booking, и вот тут мы встретились с определенными сложностями, когда нам нужно было переезжать с одной на другую. Ну, кстати, тоже было неплохо на самом деле, потому что у нас каждый день новые были. Да, мы посмотрели там первую квартиру, мы понимали, что с кошкой нас сильно могут никто не взять. Нам, слава богу, попался очень хороший властник, да, собственник. Он нам разрешил и с котом, да, переехать. У нас кот сфинкс, лысый, так что у нас шерсти не было, и ногтей тоже не было, так что у нас проблем в общем не было никаких, да. Мы три квартиры посмотрели. Мы сначала обзванивали сами, так как я делал так, через переводчика, да, отправлял информацию собственнику. Собственник мне перезванивал, а там что-то пытались говорить. Помогатор потом договаривался, ездили, смотрели. Нам что-то нравилось, что-то не нравилось. Ну и потом, в общем, мы нашли, нашли свое жилье. Первое жилье наше было на светлой, двухкомнатная квартира, хорошая, в принципе, квартира. Ну и в дальнейшем мы уже сделали свой уголок, да, потому что там, ну пришлось все равно, как говорится, маленько поработать, потрудиться. Любая квартира, это все равно ты делаешь под себя. Переехать легче, да, адаптация, она маленькая, мне казалось, будет легче. Во-первых, я как и говорил, коммуникация. Здесь вопрос того, что когда тебе работать с недвижимостью, тебе нужно общаться, да. Сейчас мне уже намного легче в этом вопросе. Но, например, когда мы попали еще в локдаун, да, мы приехали, полностью все было закрыто, коммуникаций никаких не было, мы там, дети онлайн учились. И, наверное, здесь какие-то были определенные стрессовые ситуации. И я почему и говорю, что нужно учить, все-таки, когда, если ты куда-то хочешь переехать, учи словацкий и английский. Да, хотя бы первые уровни. То есть хотя бы основу какую-то определенную. И тогда тебе будет намного легче переезжать, да. Но на самом деле, когда мы приехали, как я уже и сказал, что мы попали в локдаун, да. Помогатор сказал, что пока мы получаем ВНЖ, то у нас никаких проблем не будет поступить в школу. Так как нам нужен только договор аренды, то есть привязаться, так скажем, к адресу. И на самом деле мы, правда, выбрали другую школу, но неважно. Нам дали по нашим пропискам определенную школу, по которой мы поехали. И вот нам школа понравилась, там действительно глубокая цеста, два, как помню сейчас. И там школа действительно очень хорошая. Ну, и по масштабам имеется в виду, и по красоте, и по учителям, и по всему, да. Но нам сказали о том, что как вы только получите ВНЖ, да, с карточками придете, мы вас возьмем. И вот все это время мы сами обучались. Но мы когда карточку получили, на самом деле нас потом не взяли, потому что там перетрубация произошла от директоров, да. И директор нам сказал, оказывается, что мы к этой школе не прикреплены, потому что прописка не соответствует. Нам повезло, мы познакомились со своим другом, да, которая словачка. Она нам, спасибо ей, помогла. Мы сходили в школу, которая была на Мудренево, там недалеко возле нас, да. Это оказалась одна из лучших школ, хотя бы не знали. Она так простая, такая обычная. Мы пришли туда, уже познакомились с директором, нас очень радушно встретили. Вопросов у нас уже дальше никаких не было. Нам выдали все учебники бесплатно. Нам помогли в дальнейшем с адаптацией с детьми, да, то есть не было никаких нападок, что ты там, не знаешь, там, да, Словацкого или еще что-то. То есть полностью учителя были на нашей стороне, то есть они помогали детям в адаптации. Дети один в 14 лет, одна в пятый, другая в седьмой. Восьмой, да? Пятый и восьмой. Общаются они со всеми, действительно так и есть. У нас нету, я вот заметил, здесь часто бывает так, что когда приезжают, да, они какие-то русские сполочности делают, да, вот там есть знакомые, потому что трудно какая-то коммуникация. Мы, их детей, она прошла очень быстро, да, и они общаются, ходят там вместе на день рождения, на какие-то свои встречи там, да. То есть здесь у меня вопросов никаких нету. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...